Сокрушительный удар был нанесен команде из Турции И мы сейчас узнаем, смогут ли они оправиться из нокдауна И отправить уже вьетнамскую команду, может быть, даже в нокаут Даже Атери Мэйнс, преданный фанат турецкой команды, перестал в нее верить Однако, друзья, серия до пяти побед легкая только тогда, когда она 3-0 Как только одну победу турецкая команда получит, она может полностью измениться И команда, и серия Я пока не готов сбрасывать Турцию со счетов А вы, Юрий? Несмотря на то, что даже Атери уже перебежал дорогу Михаил все равно пока, как истинный законопослушный гражданин Остался ждать, пока загорится зеленый свет Несмотря на то, что на светофоре горит еще 120 секунд Это верно К тому же это один из моих любимых фильмов Зигз в блокировку сразу идет против Слея Галлио тем временем Фаб Фабиулусу не достанется Как тебе Галлио, Юрий, кстати? Ты, я помню, когда-то очень давно играл, даже, наверное, на Галлио Это было совершенно давно И сейчас мало, думаю, относится к делу Потому что Галлио полностью переработан О, разве это когда-то мешало тебе рассказать историю? Извини, пожалуйста Последний Галлио, который я видел, это был от Фабиулуса И он в групповой стадии погибал 1 на 1 против Грагоса Причем, по-моему, даже не против бразильского Бразильский Грагос был такой Оп-оп, Грагос, Лулу опять Вот это правильно Я просто не могу понять, что мешало в прошлый раз делать такой раунд драфта Чтобы Дамблдогу не досталось Лулу А Лулу от Дамблдог и сам ошибся Ну или турецкий тренер ошибся В общем, предыдущий драфт был прям совсем такой Печально странный Ну, Грагос, Джин был все те же самые баны, если не ошибаюсь Не-не, Грагос, Лулу В прошлый раз была, помнишь, Грагос, Джин Турки не забрали Лулу И потом Лулу забрали в первой фазе драфта Гигабайты До банов То есть турки могли бы отобрать и Эш, и Лулу, но не сделали Я не помню, какой был другой бан, кроме Китлин Китлин был Китлин, Варус, Галлио Точно такие же были блокировки То есть ничего не поменялось То единственное, что изменилось сейчас Это то, что Карма уходит в сторону турецкой команды Кстати, выбрали Кто-то у нас выбирает сторону в этом матче Я их, к сожалению, не помню Но в любом случае Продолжаем мы смотреть на те же самые стороны И Иверн А куда пойдет Карма, это вопрос Учитывая, что в группе А играла команда Супер Мессиев Предположительно, они выбирают сторону первыми Хотя это не точно Ну, да Я думаю просто, что это случайно Монеткой это должно было решаться, поэтому Так монеткой что решилось ты, Михаил? Я вот пытаюсь вспомнить сейчас Юрий По-моему, то, что Супер Мессиев выбирает сторону В первой, третьей, пятой карте как раз И вот получается, во второй Гигабайт выбрали правую сторону А для чего им нужна правая стренда? Потому что мидер их на физе играет И на других интересных чемпионах А физ и еще и прекрасный флекспик Который может играться на двух позициях И в случае турков это тоже правда Нару играет на физе Фа Фабилус на физе играл Не знаю, как сейчас Мне очень нравится, когда есть какой-то интересный соло лейнер С большим чемпион пулом Который всегда у команды приоритизируется В красной стороне Потому что на последней стадии драфта Можно последним чемпионом взять Кого-то именно ему Знаешь, к сожалению К сожалению, игроков, которые Действительно могут показать больше, чем 5-6 чемпионов за один турнир Их единицы в мире Их буквально практически нет Но такие есть до сих пор Все равно Пусть даже мастер Йода может пересчитать их По пальцам одной руки Магистр, извиняюсь Мастер или магистр, неважно Это зависит от озвучивания Мастер Йода по-английски А магистр по-русски? Я никогда не смотрел просто Звездные войны вообще Вообще? Ну я там, когда по телеку они шли Только там, знаешь, по 15-20 минут Там Эдакин Ты был мне как брат Это спойлера сейчас пошли очень опасные А, да? Это не из первой части? Это, ну, первая, не первая, Юрий В случае Звездных войн Первая Режиссер подсказывает, что в третий Какой Лукас? Нет, такие знакомые только у тебя Я отставлю Лукас этой шутки своей Но Наутилус Шен Наутилуса мы не увидим Казикс для Леви Прекрасного Казикса нам Леви показывал И два раза обыграл ТСМ Юрий, соберитесь Крепитесь, дышите Первые полгода работы в студии Я очень сильно ухахатывался Потом у меня выработался иммунитет Но некоторые жутки пробирают У меня все равно Как корень солодки Знаешь, настойчиво Когда болеешь? Нет, не знаю Ну, такое Детское лекарство Окей Над Камилой разумно Лечебная история журнала Я уже бальзам, да Помню один АТР тоже знает один хороший бальзам И последний пик для турецкой команды Последний пик Нару Ну возьми ты агрессивное что-то Ари возьми Синдру возьми Ну, Джейс, конечно, тоже может подойти Джейс-то может подойти Только я не понимаю Кого будет карма саппортить Сверно вместе? Джейс-а, что ли? Джейс-а и Эш Ну, мягко Очень мягко Согласен Как пузо Грагаса Вот этого я, кстати, не знаю Мне кажется, оно твердое Как бы оно било иначе тебе Ну, если оно пивное То оно должно быть Ты бы поглощался просто у него Так ты не видел картинки Стима, знаешь Который там? Я, знаешь, что смотрел Синдр берется для Оптимуса Я помню, был мультфильм про Джеки Чана И в одной из серий Он бил по пузу Такого огромного великана Который потом взял И пузом его по лицу ударил Это было очень неприятно Потому что я думал, что Джеки Чан Непобедимый Особенно мультфильм Казикс для Леви И ты себя ощутил Фа-фавлосом в следующей игре Возможно Возможно Пока что Гигабайт Маринс берут Все свои пики Очень мощные Очень сильные Кроме позиции стрелка Где Слей нас Из раза в раз Удивляет И радует тем, что Его Практически невозможно Выключить Несколькими банами Я очень опасаюсь За Супер Мессиев Потому что Леви на Казиксе Леви пока в принципе Показывает прекрасный уровень игры Трудно оценить Насколько В мировом уровне он хорош То есть Интересно было бы Конечно посмотреть его Не только Против команды ТСМ Но и против других Сильных европейских Американских коллективов Пока Леви На майндкарт уровне Судя по всему Пока посмотрим На его игры Против сильных лесников На майндкарт уровне Он выступает Очень здорово Это отмечают И СНГ аналитики И СНГ игроки Я думаю Что Знаешь что такое дело В принципе Когда он такой уровень игры Показывает Ему Как и в прошлом году Стажеру Практически все равно Против кого играть Другой вопрос в том Что игра Лесника Зависит не только От его пути в лесу И от его отыгрыша От его механики Она зависит от того Как поставлены линии Как у тебя Как у тебя Подобрана композиция Насколько она универсальна И пока что Гигабайт Маринс Среди всех команд На самом деле Турниров в вайлдкарт И вот теперь Плей ин стадии Да Они показывают Наибольшую глубину И разнообразие Чемпион пула И только Один игрок Наверное У них верхней линии Так немножко ограничен В том Что он действительно Может показывать Потому что Леви показывает Абсолютно все Но Мне кажется Сила лесника Во многом По крайней мере По моим людям За последние пару лет Сила лесника Определяется Не одним турниром На котором он засиял А возможностью Удержаться На пиковой форме Потому что Я к сожалению Не могу назвать Ни одного лесника Который был бы Вот как например Нару 2-3 года назад Очень сильным Или там Как фейкер Или как Не знаю Как Назовите любого Очень сильного Очень мощного игрока Очень сложно найти Таких лесников Во всех регионах Вообще Потому что Каждый год там То какао Был очень сильный лесник То был очень сильный Бенгеле с ним Но может быть У нас стажер Таким станет В нашем регионе Ну вот пока что Видишь Этот сезон пошел Для него Намного хуже Чем предыдущий Поэтому Может быть Следующий будет получше А может быть Следующий будет получше Но вот видишь И эта нестабильность Она все-таки Сказывается Но в любом случае Друзья Это матч Турция против Юго-Восточной Азии Супер Мессив И Спорт Против Гигабайт Маринс Пока что Гигабайт ведут Со счетом 1-0 И Турция Затаив дыхание Смотрит на то Как их главная команда Пока что Теряет шанс На попадание В основной этап Мид-сизон Инвайтейшнала В противостоянии Нару и Оптимуса Теперь Нару Сладкоежка Как мы любим Говорить с играми С печеньками А Оптимус у нас Выбирает себе 2% Урона дополнительного По самоцелям Или Как Фейкер играл На Ариане Весь чемпионат мира Или Время бафов Очень вряд ли Время бафов Оно ориентировано Как раз на фарм чемпионов А Синдра Чуть больше Все таки Чемпион Ориентированный На движение На убийство На дуэли И эти 2% Это те Которые могут Как раз добить цель Если вы были с ней В дуэли Так что Тут на боте драка На уровне первом Слей потерял Половину здоровья На печеньке Аллергия бывает Может быть Вот сейчас На нижней линии Противостояние Ключевое На мой взгляд Несмотря на Интересность Всех остальных матчапов Потому что Именно нижняя линия Была ключевой Которая изменила Ход предыдущей игры Какая-то позиция странная Вверху и внизу Что происходит Сейчас Упускают Проигрывают Очень бот Сейчас на самом деле Супер мессивы Но 100 мейдж Идет на бот Он второго уровня Сейчас должны понимать Гигабайт Должны понимать Должны отходить Но не может карма возвращаться Сама Не может такого быть Карма всегда возвращается Друзья Вы это знаете Парчи играют Слей его страхует Пытается разыграть Здесь что-то Под сейтно Подвязка Сейтно Должен погибнуть Прекрасная игра Как же разыгрывают Это в лучших традициях Самых сильных Ботлейнов мира В последнюю секунду Не растеряться Играть на максимуме Зная что у тебя Уровень второй У противника первый И Верн не так много Что и может сделать здесь Интересно Очень смотреть За такими противостояниями Соглашусь Что действительно В лучших традициях Кстати сейчас Фабилу заходит Леви мешать Леви здесь Проблемы серьезные Он должен погибать Фабилус его выпускать Ни в коем случае Не будет А вот Старк Может подобрать Красный баф Сейчас И сделать себе Линию КП комфортней Оптимус здесь Забирает красный баф Играет красиво Не знаю Застилил Подстилил Оптимус Но там был шанс Что на шишке Разлетятся не в те стороны И Рамбл выйдет Поэтому Наверное Оптимус Сыграл правильно Ну да Там знаешь Что перевесит Это штука со свалки Титан со свалки Что у кого перевесит Я честно говоря Первый уровень Сиднот кстати Сиднот 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 Вообще здоровье Он просто идет вперед На 20% здоровье Джина Потому что он так хорошо понимает Лимиты себя И противника И боится Абсолютно ничего Показывают таланты ключевые Штормовой налет у Джейса Кстати Мужество Колосса На Грагосе А не Хватка нежити Взята И вторую игру подряд Слей играет уже С кровожадностью Воителя на Джине Возможно Я забегаю вперед Но если даже Геобайты выиграют Это противостояние То дальше Мне кажется Что топ Может стать Камнем преткновения Именно для собих геобайтов Потому что Старк Даже за Фабфавилусом Сейчас не успел И мы видим Что он В предыдущем матче Один нас на среднюю линию Не успел То есть Уже есть такие Посылы неприятные На то что Топ может не доигрывать Я бы скорее похвалил В этой ситуации Фабфавилуса Который пошел Сразу же Закрывать Леви То есть Здесь от Старка Должна была быть Или от Леви Проактивная игра Кто именно там ошибся То есть Леви наверное думал Что халяву обеспечит Рамбл Может быть просто Отошел Поставить на реку Тотем А он сразу шел в лес Он знал что Леви там будет Он наказал Леви Леви сам сыграл Просто неаккуратно В этой ситуации Не затотемил реку И все же Хотел бы снова вернуться К моменту на нижней линии Почему в лучших традициях Спросите вы И я отвечу вам Потому что Когда идет лесник врага Надо драться 2 на 3 А тут драка 4 на 2 Нечестный абсолютно Опять на боте все Опять И дамблдог погибает И два убийства делают Прямо как в ваших ранговых Вы стоите на боте Прекрасно выигрываете Вот 16-36 И тут И тут вражеская команда В четвером приходит И если бы не вражеская команда В четвером Вы бы их 2 на 2 Обязательно переиграли Обязательно надо написать чат Лол 4х2 5 мэн бот As usual Тут сейчас кстати Нару доиграется Я знаю Юра Для тебя Без лол Без лол Нас бы всех здесь не было Правильно Юри Поэтому Пытается Нару впушить Нару пытается впушить У него это получается так себе Оптимус его перефармливает Несмотря на 2 успешные Попытки Спасибо ганг по старку Так Ганг по старку Ганг по старку Видимо не очень удачный Но пропустили к сожалению В интерфейле все спокойно Тем временем Леви прыгает за дамблдоджем Здесь и Арчи У дамблдоджа проблемы Ничего у него уже нет Кроме подвязочки Которую он дает Сейчас Арчи его замедлит И убьет И дамблдодж Нет абсолютного умения Еще Джейс подходит Попадает Здесь Леви Отбрасывает Оптимус Рамбл прыгает Двое прыгают У Леви тоже проблема Что творится на средней линии Что за аром В этом матче у нас происходит Сейчас неплохо На самом деле Супер Мессив Действует Потому что Старк потерян Он практически как в лесу застрял Его на верхней линии просто согнали И он решил А почему его согнали? Потому что он не успел подойти вовремя И отдал сопернику убийство Которое дало дополнительное золото Ну это такая Мне кажется Слишком какой-то замороченный эффект бабочки Я про то, что его по Т2 на топе загнали Но это один раз Потерял 5 мобов Это же не значит Что надо теперь в ФК стоять Иногда, Юрий Иногда Иногда можно за одного мобов Стать в ФК Если это синеба Ооо Это не то что Что можно А ты А ты Это я В 2012 Некоторые, Юрий Считают своим долгом Это сделать И считают, что это очень Так знаешь Круто Очень круто Такие плохие парни Нравятся девчонкам Стомейдж заходит на вражеский синеба Ты, наверное Не знаю Что заставляет их так себя вести Сейчас Джейсу халявный синеба Правда Может не успеть сюда подойти Ну и Оптимуса Такая зачистка тотемов В нижнем лесу Смещается Так ты Поставил его Видно Но Не убил его А сразу пошел вниз И верно Стратит здесь свое время Стомейдж 1-0-2 Все у него просто прекрасно Вот у кого все плохо Так это у Цейтнота И На самом деле Когда у вас Ставка идет на Все-таки Саппортов Двух для Эш А Эш То у вас 38 миньонов За 8 минут Возможно У вас все Не очень хорошо Играет по Цейтноту Арчи Дает воспламенение Слей не успел Подключиться И решил не раскрываться В такой ситуации Был абсолютно прав С этим решением Тем более Иверн подходил Наро подбирает Вражеское синее усиление Есть такой момент еще Что на боте Могло быть все гораздо хуже Супер Мессив Если бы хотя бы Пара киллов Была на Слее А так как Арчи подстилил 2 килла Не Ну на Лула Кстати Я бы так сказал Из всех саппортов Кого можно выбрать Лула это Тот который не теряет давление Но все равно Это Это не нами Это не нами Ну да Это Сайдстоун А Сайдстоун На самом деле Это давление То еще Которое Лула Может осуществлять Потому что На самом деле Лула вполне себе Неплохо может И с лесником По башке Сайдстоуном Как даст Так кстати Камень-то тяжелый А тем временем У Старка Действительно На топе Все не пошло И вот это Кстати говоря Тот самый матчап Который многие Грагасы стоять не хотят Несмотря на то Что мы видели Что переигрывать В нем Грагас может Тотем не зачистил Здесь Старк Он накупил себе предметов С которыми он должен Уже неплохо стоять Ну у Рамбла Просто маска И еще и посох Это очень сильный Тоже закуп А там юрлигейм предметы Это темная печать Рубиновый кристалл А вот третьего Дорана нет С тремя Доранами бы Грагас точно его убивал Ошибочка вышла Сэкономил Особенно если Третий Доран был Ой Можно и так Вспомнил я про Доран Чит Но к сожалению Патч не тот Он против Рамбла Очень бодро Новый 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 Да А старый нет Старый против Рамбла Очень бесполезно Хотя Ну против конечно Гарпунов там режется Немножечко урон Будет правильно сказать Не старый А нынешний Нынешний Актуально Что-то Гарпуны и все летят Хруст такое большое А старый что-то Фри-фри-дэмэдж Ловит зачем-то У него Он там миньонов не получит Он хочет за Опыт потерять Половину здоровья Так себе Идея Что опыт всего На двух арча Здесь По 100 мейдж Немного урона нанес У 100 мейдж Есть здоровье уже какое-то Кстати Слэйси покупает Ботинок стремительности Как и в прошлой игре Только там было После Йому Очень рано Очень рано После Йому Это стандарт Это дефолт Подключается Хочет подключаться Не хочет подставляться Под Иверна Потому что В принципе Кроме как и верным Разыгрывать на ботинок А ну стрела еще Эш есть Учитывая то что У Цейтнода пока стрелы Летят не точно в цель Такой ботинок Возможно подшагнуть Ой-ой-ой Все мимо Все мимо Легкий выход для Оптимуса Ничего ему не сделали Да уж Неудачный ганг абсолютно Интересно Сильно затильтует Сейчас турки То что Оптимус Все задолжил А потом показал JPL 2017 Меня очень это раздражает Это не так раздражает Честно говоря Знаешь Единственное что меня Очень сильно тилтует Вот в играх Это когда Ты делаешь что-то глупое И ты понимаешь Что ты сделал что-то глупое И в общий чат идет Знаешь Знак вопроса Нет Знак вопроса Знак вопроса И ты такой Я и так проиграл тебе Успокойся Ты молодец Да Ты молодец Все хорошо Нет знак вопроса И тут Леви в кусте стоит Хотят сыграть по цветноту У которого нет Уже Абсолютного умения Он не почувствовал Приход Леви Успел нажать на скачок Но здоровья осталось Критически мало У Слея явно больше Еще исцеление есть Мне понравилось Как Слея делал Шаги вперед-назад Я теперь понял Как надо трейдиться За Джина Джина да Потому что у меня за Джина Сыграно игр 30 И победил я из них Игр 6 Тьфух Ну кстати Хорошо не 6 Но 9 Джин на самом деле Один из лучших вообще стрелков Чтобы стоять в игре Ничего не делать А потом собрать слоты И убить всех Это я очень люблю Кто не любит Кто не любит Кто не любит Кто не любит Получать легкие победы Все любят получать легкие победы Особенно когда ты Например находишься Там в промо Или что-то в этом роде Так-то конечно Мы все хотим Трайхардить И все дела Но пожалуйста на промо Дайте Получше команду Попроще ситуацию Морел на Микону Синдры Пожиратель заклинаний У Джейса 2-1-0 Все-таки Оптимус Ведет В положении А Градас Тем временем Покупает Таби Ниндзя Вместе с Капюшоном Или как там у нас По-испански Нинья Таби Это по-немецки Нинья Так звенья говорит Ярвин Ярвин Йейс 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 Йейн Йейнкс 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 Знаешь как в американском английском Когда отвращение Йейкс идет Йейнкс 316 крита Кстати Недавно было обновление клиента Принудительное К сожалению Которое заставило меня Обновить И там почему-то Если ты по-английски Транслитом пишешь слово Как Оно почему-то мьютится Да Это кстати Это было очень для меня странно Я бы ни в коем случае Не сказал бы такое в эфире Если бы не прогуглил Перед этим 25 раз Но я никаких Альтернатив В английском варианте Этому слову не нашел Юрий Я бы не хотел Оспаривать твою силу Или слабость Но я слышал Что играть С фильтром Это все-таки Признак слабости Нет Это стандартные Все настройки Заводские Которые на заводе Дали Я их не меняю На заводе League of Legends Да Хорошо Я всегда играл Со всеми стандартными Настройками Никаких смарт-кастов Включенных Все через шифт А этот Карта у тебя Справа или слева Справа конечно Прошу Какой О Генезис И у Олексича Слева например Генезис Генезис Так вот почему Он ФБ это делал Против меня Как и Олексич Как и Олексич Олексич Меня вообще Анвоучил На ИСП Лиге На две недели Что такое Анвоуч Это была Одна такая игра В которой мы с Олексичем Вместе играли И была лига С которой он меня Забанил Потому что он меня Оскорблял Я его вызвал На дуэли Проиграл Я в своей жизни Четыре дуэли Таких играл И только одну Проиграл Ладно По Фаб Фабилосу играет Старк Кстати мог бы и ультануть Под башню выбросить Рамбл бы фокус схватил Но Старк играет Аккуратно Все-таки там уже Мучение Леандри Фаб Фабилос решил Зарашить именно его Это более выгодный вариант Чем сначала взять Сапоги Чародея А потом добить Леандри Против танка Если вы играете Против тонкой цели То вполне можно И ботинок сначала улучшить Старк стоит Пока инициативу не проявляет Пытается не проиграть Но это Старание не проиграть Оно как-то Не очень помогает Уравнитель неудачный Совершенно Ульта пошла Казик здесь Долговато Леви выходит Тут идет и Искупление от стабейдж Два в два Попытка разменяться Два скачка потрачены От топеров И Оптимус смещается На верхнюю линию Нару уже здесь Нару его ждет Дает комбинацию Проблемы Оптимус А можно и ультануть Изнурение А изнурение было у Нару И был пожиратель Он пытается выйти Дамблодж его подвязывает Здесь Старк будет ли заходить Нару очень сильно просевший Изнурение было от Дамблодж Неудачное И Оптимус выходит А на нижней линии В этот момент По Ашу заходит Кстати Ой-ой-ой-ой У Цейтнота скачка Все еще нет Раскрывается Джин Цейтнот пытается выйти Арчи очень неудачно Сейчас все сделал На самом деле И Слей не может ничего сделать Цейтнот Большущий молодец Он прекрасно все сделал Но не смогли Разыграть правильно Слей и Арчи И уже Турция впереди На две тысячи золота На тысячу золота Прошу прощения Что довольно Нет, на две На две Если правильно Арчи мог бы подкинуть Цейтнота Тогда бы Слей замедлил Первым выстрелом И остальным попасть Было бы попроще Наверное подвязки Не было у Слея Смертельного действия Подвязка он промазан Да? Да Это очень плохо Слей Слей Не промазан Это ошибка Слея Значит я просто сказал Что Арчи неудачно сыграл Нет, Арчи тоже неудачно сыграл Он не подкинул Он мог подойти Вплотную подкинуть Ну да Там было много ошибок В общем По Оптимусу играет Нарус из скачка Оптимус уже не должен выходить Хотя Леви здесь Попытка отомстить Грагас тоже здесь Опасно Фабилу с тут Но у него нет уравнителя Все еще Нажигают по Леви Стрела по Старку Турция играет Очень здорово Арчи здесь Но нет у него Дикого роста Сбуйного роста Старк идет дальше По 100 мейджду Рамбл тем временем Забирает даблкил Но возможно Продаст свое дерево Дамблдош здесь Играет со скачка Считом Старк выходит Тройное убийство Для Фабилуса 5-1-0 у нас Титан со свалки И 8-5 суммарный счет Здорово играют Турки Сейчас они отыгрывают 3-0 будет счет Кричал Зак Однако Турция против Турция совершенно против Юрий Это понятно Это понятно Что Турция против Я думаю Как и до сих пор АТР Несмотря на АТР опять Как всегда Опять А он опять Как всегда Опять поставил Проигрывает команда Переставил А она теперь Сейчас он обратно Переставит Опять насчет Марины Ему сейчас надо Переставить обратно На Турцию И не сомневаться В ней больше Правда Я боюсь АТРа надо Нанимать Главному офису League of Legends В Лос-Анджелесе Где он находится И давать ему Большой оклад Только за то Чтобы он Не работал Не работал И не прогнозировал Чтобы он Не влиял своей кармой На результаты Мировых матчей У него будет Отдельная Уникальная должность Не работающая По оптимусу Играет Нару Ульта У него в общем-то Опа Нару сыграл Сейчас Леви Юрий затизерил Должность Игоря И в общем-то Здесь тоже А Слей Кстати Подстрелять Может сейчас Своими шагами Сто мейдж уже тут И подвязывают Сто мейдж Да нет Пока что Здесь цейтнот Пошел тортик Тортик Сейчас его покарают Сейчас его поедят Слегка Стрела неудачная Цейтнота По Лулу Идут вперед Гигабайты Цейтнота На грани На грани стоит Слейтанкует Слейтанкует Он подвязан Опять Старк Очень много контроля Есть у турецкой команды А Фафабилус Уже другие задачи Выполняет Играет по Лулу У Леви Проблема Есть ли гарпуны Рамблу надо дайвить Он идет дайвить Леви прыгает Но здесь цейтнот Леви уже некуда бежать Надо пытаться на кого-то Разменяться Но он ни на кого Разменяться сейчас И не сможет Цейтнот его добьет Еще двумя автоатаками Минус Леви 12-6 В пользу турецкой команды Вот и 0-0-2 Слей Ничего не сделал В итоге А цейтнот подождал Подождал И подфиделся Набрав себе пару Убийц 2-2-4 Федеральный дракон Теперь точно Уйдет в пользу команды Слейтанкует Очень ошибся Нельзя так стоять Нет Сейчас это понятно А потом что он танковать вышел Вот смотрите Идет драка Промах В Окей Тортик пошел в бой Пытаются развернуться Гигабайты Но что дальше После стрелы Старк как-то не особо Инициирует Подвязывая А потом Слейтанкует Вон он вперед вышел танковать Он вышел вперед Старк не ультанул То есть команда Решила отступать Когда мне кажется У Слея было единственное Правильное решение Забить на Рамбала Которая идет со спины И разворачиваться И идти вперед С ульты Грагаса А Грагас Немножко Упустил момент Временем на боте Цейтнот опять Уворачивается от всего Слейт получает Комбинацию Джейса Слейзи скорее Просто ультовал Чтобы миньонов Добить и выйти Друзья Не забывайте о том Что Старк конечно же У него игра Пока идет не очень удачная В этой серии Однако Игрок который На профессиональной сцене Вообще Играет полтора месяца То есть это Ну Он в последнюю Не в последнюю минуту Но так Достаточно поздно Запрыгнул в этот поезд Под названием Гигабайт Маринс Подстраховал свою команду Арчи уже на третьей позиции В своей карьере играет С верхней линии По-моему был еще стрелок А он был на верхней линии И по-моему стрелком он был Если я правильно помню Стрелком точно был Да И на верхней линии А на верхней это Так что Вот такие Как это Полезные сведения Чтобы вы понимали Насколько Гигабайт Маринс Действительно Феноменальная команда На этом турнире По леве играет Фабилус У леве проблемы Но он использует кару Однако она его не спасет Старк уже здесь Искупление Не поможет Хотя Оптимус уже здесь Забирает шатдаун на рамбле Красиво сыграл Оптимус Да Старк через скачок Дал свой ультимейт Высобожденную силу Старк как-то чуть-чуть Все равно опаздывает Я Бесконечно уважаю его За то что он Играет всего полтора месяца Но к сожалению Эти полтора месяца Иногда Достаточно сильно видны Ну да Так и есть Я думаю Я даже думаю Что сам Старк Не будет это ни в коем случае Отрицать Но Как и тот огромный потенциал Который за полтора месяца Этот игрок уже Сумел раскрыть Потому что Убить В один на один Хаунсера на линии Это Стоит дорогого Сначала убивали там Фейкера и Марина Через год вышли В четвертьфинал Так что потенциал был И есть сейчас У игрока верхней линии Гигабайт Тем временем Долго я понимал Но ссылку Очень долго Она до меня доходила Ну вот Юрий С тобой как-то сложно Ты То не объясняй тебе шутки А то Пока ссылку поймешь А иногда надо говорить Просто необъяснимо Но фак Скорее всего Нужно так говорить 3-2-2 У нас Синдра Плюс Кстати 35 Плюс 35 На миде Кстати Джейс 1-2-4 Несмотря на Внешнюю успешность Команды С Шпермесси В этой карте Ну да Динамика между Оптимусом и Нару Она заметна Вообще Нару как-то Немножко знаешь Он теряется В этом плей-оффе По левелу отстает Ну И в первой игре Такое было И во второй Несмотря на то Что делает команда Фабилус очень разогнался Теперь Вопрос Как смогут Рамбл реализовать Потому что Пик очень сильный Но нужно быть Действительно Мастером Рамбла Чтобы Он все-таки Делал правильные вещи В нужное время Это очень важно Чтобы Нужно быть Мастером Рамбла Чтобы Со счетом 8-2-2 Все-таки Выглядеть как Рамбл Который Не просто силен А очень сильно Расфижен Рамбл который Кэррит Потому что В принципе Кроме него Кэррит Сейчас особо некому Эш пока что Далековато До того Чтобы Прям игру В свои руки Брать Джейс Скорее всего Таким персонажем Вообще Оооо Так Будет ли это Тот уравнитель Который Рамбл Только 8-2-2 Дает Ну нет Точно Его можно было Хотя бы Дать позже На уже волну И на противника А он дал Просто на противника Да еще и Без возможности Фоллоуапа Просто Здесь надо Было сразу же Стрелу от Сейтнот У них Две формы Инициации Нормальные Это стрела Эш, уравнитель Рамбл Все остальное Это очень ненадежные Подвязка кармы Со скачка Джейс может выкинуть инсека Даже рут и верно Но такой, да Он не такой четкий Я согласен, что он средний Брагоритка тебя может подкинуть Вот это всегда неприятно, потому что ты в драке не на это смотришь Но как инициация это точно не подходит Подкинет Питера Туда Мальфит, там Ирианна стягивает Галлио старый и новый И новый, и старый, и все подойдут Галлио старый, а вот на него прыгает новый Кстати, я вот знаешь Почему никто не пытается реализовать Это жимбовая связка, Галлио-Ясо Прилетает Галлио Ясо сразу туда улетит Просто через пол карты Гениально, это гениально, Юрий Не менее гениально Друзья, прошу вас, прошу вас Я очень прошу вас, попробуйте сегодня В ранговой игре попросить своего Тиммейт взять Галлио или Ясо Сами возьмите, либо Галлио, либо Ясо Оставшийся пик И доложите нам о результатах ваших успехов Мне вчера или позавчера уже написал один Многоуважаемый 15-летний зритель Зачем-то в ПМ Смерть, похоже, на Митя Мне, кстати, тоже Наверное, ожидал, что я что-то отвечу ему И он мне возьмет свой клуб Я по привычке репорт кинул Я ничего не могу поделать Вижу Ясо кинул репорт, Юрий За оскорбление Просто За пропаганду Заспавнили На личное дело 13-7 6 тысяч разницы Ну вот как-то они В отличие от Мариносов Супер Мессиев не спешат Сильно форсировать события Потому что в прошлой игре мы видели Как Мариносы прям уверенно заходили Там турки форсировали такие траки В которых, ну, Маринам надо только было подобрать Да есть, так сказать Сейчас бароны делают Бароны не знают, что делают Нет синего аксессуара, чтобы поставить его Нужно бежать А нет контрольного тотема, чтобы его поставить Ну, увидят сейчас, увидят Да, гигабайты, конечно Леви Леви, телепорт пошел от Старка Надо отменять Надо отменять Старк, Старк, отменяй Не, можно выбернуть За стену, да, хорошо Ну, неплохо Просто он дальше-то не может пойти Потому что если бы он его отменил Надо было тут же выходить Справедливо Да Слея почти нет маны Кстати, вот тот Оп, стрела Оп, уравнитель Минус слей в секунду Прекрасная игра сейчас была Цейтнота и по Бабилосу В другой части драки Пытается Старк выйти Со своей командой Нажигают его рамбл И тут Лулу вышли Вышли Ой-ой-ой, сколько много ресурсов Потратили сейчас Гигабайты не нужно Ульта Грейвса Скачок Ульта Грагоса Скачок Грагоса Это все было не нужно Ну, тут ошибка слея Который не скакнул От ульты Эш Так сказать Флэшнолд скакнул Логично, логично Главное, что в этом слове Как Не знаю Что-то не заключилось Так Сейчас очень хороший был Этот стоит куст Да, куст очень приятный Жоня А есть ли скачок? Солотой статуя Скачок Я уже нет Старк фабулос Теперь тоже Жоню дает Фабулос Ой, да был стан какой Но надо было на рамблу уже сохранить Нет, надо было, да Именно на рамблу сохранить Фабулос тем временем просел Шатдаун забирает Казикс Пойдут ли вперед Джин не может пока раскрыться Леви замедляет всех впереди Хотел доесть 100 мейдж Уворачивается от подвязки Грагас идет вперед Идет вперед Леви Опять со скачка Дает свои зубы По 100 мейдж Огрызаются Тут Нару Нару что забыл? Почему на Нару Почему на Нару Леви сейчас Не мог раскрыться? Наверное забоялся проиграть дуэль Все-таки у Нару О, неплохо! Красиво, красиво, красиво Ну, конечно, Леви играет Очень здорово на Казиксе Очень изобретательно И не отпускает противника совершенно Раскрывается Джин Только сейчас Но он только сейчас И откатился У него выход на поклон Арчи! Бум! Ну, миньонов хотя бы Этот уже не мог попасть Я икнул Знаешь, я икнул за Эш Икнул за Эш Я в последнее время Так переживаю за персонажа За Эши двор И Каев убор Здесь, конечно, Оптимус Три раза подряд По-моему, с Анами попал Очень мощно Ты был второй? Мне очень понравились эти статуи Этот, косплей статуи Золотых В этой был драки Фабфавлос влетел По нему можно было сыграть соглушение Но все-таки дал даблстан Чуть раньше Оптимус Леви смог оппонента добить И даже несмотря на Синее усиление Сокращение перезарядки на 10% Два прыжка с Ешки И три замедления Все равно смогли добить Только одного С такими плейами У третьей команды И дальше не будет шансов Потому что Ну что это такое? Ты 8-2 или 9-2 рамбл Куда лететь под башню? Вы только что сделали Одно убийство Вы можете противника Оп, Нару подставляется Это минус Нару А тут сейчас еще и Верн подходит Сейчас может быть и минус 2 Но он страхует И стрела прилетает Кстати, отпустили в итоге Нару Скачок прожимает Нару Точно так же, как и изнурение А я он, кстати, не прожил И это очень приятно Учитывая то, что Сейчас есть и дракон И барон Но у дракона здесь, скорее всего Супер Месси Заберут Потому что Еш рядом А больше никого рядом И нет О, Рамбл собирает Скипетр Пустоты? Или это... Ничего другого не может быть Потому что книжка Уже ему книжку не во что собирать здесь Да, там из предметов Которые собираются с книжки Осталось только... Грали, морал на мяку Нет, грали И еще... Прикосновение... Нет, сейчас это... Предмет синий Ледяная королева Притязание ледяной королевы Рамбл, конечно, очень классный с ней Голды можно дофармить Рамбл Саппор В России, в России собрать Можно Гусей Хотел сказать Я здесь просто не очень понимаю Арбатяк ты их называл Ну или так Не очень понимаю просто этот предмет Потому что у тебя нет магического урона В команде больше вообще Зачем тебе там что-то с аурами играться И... Почему от кармы? Это верно Получайте глюкозой А Маргаритка? Разве не магическое наносит? Подкидывай Ой, она столько магического наносит Я даже боюсь Я бы если... Знаешь, если можно было предмет Я знаю, есть игры В которых можно Призванным животным Да, или там В общем Существам призванным Давать предметы Берешь И Тиберсу, например В инвентаре Этот... Прото-ремень Прото-ремень Рободон Да, это... И берешь И Тиберсом Просто в пятерых залетаешь Два башена Но Здесь Супер Мессиевы пытаются создать обзор вокруг Барона Гигабайты надежду не теряют Это создавало бы очень большой дисбаланс Потому что в играх 150 минут И не была бы самым сильным чемпионом Нет Не-не-не Шаг Представляешь, по двум линиям лежит такая Ну, не по двум линиям А... А клону тоже предмет Ну... Клон в данном случае Ну, как бы не призванный Осуществитель Ну, не животное Ну, не животное Вот Что за... Игровой расизм, Юрий? Это у тебя расизм Шаг и животное Только что он сказал Кстати Не всегда неправдой является Утверждение такое Хотел бы обсудить Какая-то неправда была Но я его баню всегда В соло ранкете Поэтому вот На этом посмотреть я не смогу О, как известно Шага это контрпик Как Синжава Поэтому На топе Точно так же, как и Улов Надо было Шага брать Там 2-0 было Точно Точно Против Флэш Вулса Нет Против Зака Гайдера Так вот, друзья Продолжая Все-таки наблюдать За профессиональным матчем На этом Мид-сизон Инвайтейшн Где гигабайт Марины уже ведут Со счетом 1-0 Мы видим Как турецкая команда Пытается усиленно Создать обзор На бароне Но упирается Из раз в раз Я не уверен Что им надо идти Сейчас на барон Я бы все-таки Дочистил Т2 С рамблом С таким мощным Можно было бы Просто подходишь к башне Ульта Эш подвел Эш забрала башню И с Джейсом Они очень быстро бы это делали Зачем Это вот, знаешь Типичная ошибка Десафи Интернационале Команды Хардрендом Уперлись в барона И стоим А это уже будет сейчас Кто-кто там Кому Оптимус подставился По 100 мейжу Может играть Леми Леми очень нагло играет Очень агрессивно Но выбивают Кучу искуплений И Два искупления Выбили сейчас Из Супер Мессив Есть окно По времени огромное Сами Гигабайты Своё искупление Не потратили А Джин уже Очень силён Опасный барон Опасный барон Не стоит его делать Он не стоит того Хотелось бы отменить Что и 3 заклинания Призывателей Потратили Супер Мессив Как раз В тот момент Когда Гигабайты Потратили только один Фавилус поставился Фавилус успел Нажать на Джоню Оптимус еле живой Лула его ультует Искупление мимо А там уравнитель Рамбла Оптимус продолжает Пока что жить Нару погибает Ошибка серьёзная Идут вперёд Гигабайты Никого больше умирать нельзя Иначе это будет уже Барон для Гигабайтов Дамбл Додж Тоже прощается Со своей жизнью А по моему Супер Мессивы Сейчас могут попрощаться С этим объектом Который стоит В логове Барона Дамбл Додж Только что перемещался Не как Додж А как Жигуль Практически Потому что Подставился под Оптимуса У которого уже Не было скачка Под его два заклинания И погиб Совершенно ненужным образом Так кстати Отличный пуш Но там Синдра прикрывает А Гигабайты решили С Бароном не рисковать Иверн всё ещё жив Мы знаем что Иверны умеют Воровать Баронов Оптимус надо защититься Против двоих Это в его силах Легко Пачку маншотнул Практически Здесь такой пачкой И конечно же Две башни делаются Гигабайтами И они возвращаются в игру И полностью Возвращают инициативу Насчёт золота Пока что нет Но так как подставляются Соло лейнеры Команды Супер Мэстив Я даже не знаю Что дальше делать Это очень приятное Золото Две вышки Два убийства Каждый себе сейчас Докупит по чуть-чуть предмета Я бы не стал здесь играть По Грагусу Это смерть подобная может быть Но Сами Гигабайты Не ввязали с драку Потому что Рамблоуравнитель Стрела Цитнота Неудачная А вот Синдер может стрять Учитывая отсутствие Вот две Эш Взятые на первый пик Что они дали Команде Супер Мэстив Поехали Барон Начинается Искупление Уже откатились Две штучки Контрольный тотем Стоит Сейчас будет поставлен Обзор гигабайтами Бочка поехала Зубки пошли Синдер здесь И турки опять Пускают Это очень Классическая проблема Цитон А у кого это Большие проблемы То оптимус Кому самого Его забирают Леви тоже погиб Сейчас гигабайты Здесь разваливаются Уравнитель слишком хорош Слей все еще жив Очень поздняя ульта От Арчи Возможно ее просто не было Дамблдодж Теперь надо отступать Я все равно считаю Что это может И не быть барон Потому что Там жив Джин Джин может раскрыться Он и раскрывается Пойдут сейчас выстрелы Но искуплений Много Исцелений вносит Слей Слей Не веришь Что там барон Желается Хотел застилить Ну да Ну Супер Мастер Вы очень аккуратно сыграли У них было Нет Это была Грубая ошибка От Оптимуса Абсолютно точно Мы сейчас увидим Это на повторе Он зашел Вместо того Чтобы с максимального рейджа Дать оглушение И кинуть быстро ульту Он подошел в мили Чтобы Сталин попасть И из-за этого Словил изнурение Там Грагас же выкинул Нет Ашу выкинул Он сломил Костыль Очень быстро А из зрения По нему пошло 100 мейджет Он подошел Ну Оптимус сыграл не оптимально Он мог бы левее подойти Он словил просто рут Нет Ну я тебе так скажу Там просто Казельц умер еще Который мог бы застилить барона И Синдра занимала сложную позицию И в целом Гигабайты здесь Такая Ну Это была необязательная драка Когда ты видишь Что турецкая команда Из логового барона выходит Ты тоже отступаешь Они уже почувствовали силу И за эту силу Они сейчас отпускают Второго огненного И барона на шора И это на самом деле Ну Стратегически это большая ошибка Чем там Механические отыгрыши в драке Потому что По хорошему Гигабайты не должны были Выигрывать эту драку Что так, что так Как погиб левее Вообще было трудно В файте уследить Затем Он по драму Попал И просто не смог выйти Да, действительно Скиптор пустоты У рамбла И резистов Не всем хватает Ну Такое, конечно Все-таки Шляпу Рободона Собрать И потом Ангела-Хранителя И все И ты Чем сильный рамбл Или даже не шляпу Или даже не Ангела-Хранителя А еще один предмет на урон Раз уже Жонни имеется Жонни против 6-6 Сатур и Сидора Не спасает Она у тебя куэр дает А ты умираешь Даже если у тебя есть Скиптор пустоты Ну Скиптор пустоты нет Жоня спасает Если она жмет на тебя куэр Ты просто размениваешь Ее ульту на свою Жоню А Тогда уже нужен стан Ну там много разных Да Интересных обсуждаемых механик Однако Фаб Пабулус думает Что и так урона хватает Остановился в атомизации слей У него было Где-то минут 7 назад 3 предмета А теперь у него появился Сверху КСС Который позволит ему Прикрывать, например Своего саппорта От стрел Эш Как вариант И не быть уничтоженным Комбинацией стрелы И уравнители Долго турки Ввели волну На верхнюю линию Чтобы она получилась Побольше Я снимал рейндж миньонов Есть Еще несколько Миньонов в ближнем бою Есть тележки Тележка Одна Самое главное Это милишние миньоны Потому что Именно они Танкуют Танкуют, да Оптимус сбоку По нару заходит Опасная позиция была Оптимуса И совершенно ненужная Высвобожденная сила Которая даже сейчас Кстати Там куча шаров Она может сейчас танк кинуть Если бы она вот Дала изначально уже Видимо стан Да, наверное С этого и начался Но нару после садового искупления Захилил все две трети здоровья Это минус ингибитер Выбитые искупления Это неплохо уже Ингибитер не дефится никак Он и так, и так Мне кажется Пришлось бы отдавать его гигабайтам Они это должны были Сами понимать Нару Боится подходить к слэю И Ингиб Все-таки надо Отдавать за него Дра А, хотя Турецкая команда Как-то Нерешительно идет Уравнитель слэй Просевший Но пока Живой Это Ну, оп Оп, подсвет Но ульта Грагоса Неудачная Стамейдж выживает Старку продолжать Инициацию явно не стоит Сейчас Старк погибнет Вместе с ним Возможно и Оптимус Оптимус в жесткой миспозиции И это может быть концом игры Минус Синдра Минус Лулу И Старк сейчас тоже Отъедет Нару идет вперед Забирают Абсолютно всех Минус пять Размен Пять в ноль Чистая драка И Супер Мейзев Сравнивают счет в этой серии Делают его Один-один И наша серия матчей Превращается В серию До двух побед В БО-3 Очень люблю Такие ситуации Когда один-один Как говорил Один-один Исполнитель Ну Обнулять можно счет Можно И он становится Ноль-ноль В серии До двух побед Супер Мейзев Смогли себя проявить В первую очередь Это сделал Фаб Фабулос Несмотря на Свою не всегда Убедительную игру В групповой стадии Все-таки Плейна Медсизен Инвитейшн Он сейчас Именно против Старка Смог себя показать Как игрок Который Готов керить сам У Нару конечно Не очень выразительная Уже вторая карта идет Даже несмотря на победу Турецкой команды Здесь Все-таки Надо отдать должное Именно стратегическим Скажем так Действиям Которые здесь Сделали вместе Турецкая команда И тем ошибкам Которые Гигабайт Маринс Позволяли себе И Многовато ошибок От слеев Все-таки Джин требует Очень сильного Позиционирования Мастерства Как говорится В этой игре Седьмого уровня Как минимум А для этого Там и токены нужны В общем На турнирном сервере Пока все это нафармишь Это занимает Какое-то время Ну можно сбегать За ними На свой сервер И для этого Купить свифты Пораньше Пораньше Наверное Десятая минута Но можно бегать До бесконечности И собирать грань ее Однако От этого Все равно Скажем так Игру не выиграешь И только призрак Тебя Будет еще рассчитывать На победу И его клинок Вообще Маринеры могли На победу рассчитывать Практически до конца игры Но Итоговый файт А я считаю Он был именно на шоре А не у Нексуса Когда погиб И Леви И Оптимус Уже и решил Исход игры Потому что Отданный барон Второй инфернальный дракон Это конечно Уже Громадные ресурсы Которые отыграть Было довольно таки Трудно И счет 1-1 Супер Месси Все таки отыгрывают Сейчас посмотрим На лицо Зака Который прогнозировал Нам 3-0 Слишком я привык К этому Лицу Зака Который там Прогнозировал Что-то А потом Не до конца Прав оказался Но это просто Вот это А когда Вот это Это я сейчас Это уже прогнозирую Я Зака Самого Собственно говоря Возможно Но Посмотрим Смогут ли турки Продолжить свою Победу В этой карте На следующей И сделать счет 2-1 Свою пользу Потому что В таких матчах Очень часто Кстати Мне кажется Что со счета 2-0 Счет 3-2 Получается чаще Чем со счета 1-1 Потому что После счета 1-1 Какая команда Выигрывает Следующую карту Обычно Может и дожить До конца Если Момент получен Если уверенность В своих силах Получена Противник может И не камбэкнуться Иногда бывает Такое Что счет 1-1 И даже Команда Выигрывает Еще одну игру Еще остается 2-1 А потом Отдают 2 Я считаю Что Слею Необходим Либо Люцен Либо Изреаль С тем Как мобильно Как агрессивно Играют Ребята Из Гигабайт Маринс Такие немобильные Пики Как Джин Которые даже Могут подключаться Просто им не нужны Но Об этом И многом 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 Другом Вам расскажут Проанализируют И все Объяснит Расставит По полочкам И даже Возможно По хлебным крошкам Наша студия Аналитики Спасибо Спасибо Спасибо